Ну что, признавайтесь, кто из вас предатель? Димон, я не предатель, думаю, ботан предатель. Я не предатель? Почему я? Ботан, не умничай, ты сам предатель, я видела тебя, ты в люк залез. А, значит я в люк залез. Значит скажи, как меня зовут? Тебя ботан зовут. А вот и нет, меня зовут Бот. Одно и то же. Не, ну правда, интересно, а кто же предатель? Да, интересно, кто же из нас предатель? Эй, меня убили, Лера, ты предатель? Влад, ты что, совсем офигел? А ты меня убила. А по правилам игры ты не должен меня подавать. Какая разница? Теперь я проиграю из-за тебя. Что там у вас происходит? Кто кого убил? Занимайтесь всякой ерундой, глаза портите. Доставайте давайте книжки и готовьтесь к скру. Товальдина Ивановна, еще перемена. Лерка, тебе капец, готовься, я сзади тебя бегу. Отпробуй догони. Блин, Влад, это все это тебя. Да ты меня убила. Ну все же, это тебе капец, я нажимаю на кнопку. О, давайте еще обычно не нападем. Да все, блин, я уже с вами не играю. Влад меня сдавала, это под правилом игры нечестно. Все, закончили. Убираем телефоны, достаем давайте стратки, книжки. Записываем тему урока. Так, тема сегодняшнего урока у нас. Кто такие конвистадоры? Вечный урок, не вовремя. Ладно, потом доиграем. Та-да. Так, кто дежурный в классе сегодня? Та-да, дежурный, но ее нету. Так, проспала, наверное. Значит, выходит к доске Аня. Записывайте тему урока. Какая у нас там тема? Так, тема урока. Кто такие конвистадоры? Анька, я неправильно написала? В средине буквы К поменяй на букву Т. Ребята, новенькая девочка была, Линда. Ее сегодня, я смотрю, нету. И самое интересное, что документа, я вообще ее не нашла. Да, Линда. Линда. Она такая красивая. Да какая она красивая. Белобрысое страшилище. А кто такая Линда? Меня же не было в прошлый раз. Да приходила тут какая-то белобрысая телка, Линда. Ну, такая себе. Не телка, а девушка. Она очень красивая. Так, мне все понятно. Красивая, некрасивая, а школу с первого дня уже прогуливает. Начинаем записывать. Достаем, достаем. Давайте тетрадки открываем. Конкистадор. В переводе с испанского языка означает завоеватели. Аня, ну что ты руку тянешь? Не знаю. А можно я в туалет? Начало урока. Еще даже ничего не рассказала. Не записали. Сразу в туалет. Иди, только быстро. Спасибо. Дарья, двадцать сейчас с собой она взяла. Девочки эти странные. Так, продолжаем. Завоеватели. Когда был открыт новый свет, папа Римский подписал указ, согласно которому Испании принадлежат все земли, лежащие к западу от острова Зеленого Мыса. Кто мне скажет, где находился новый свет? Ну, в Испании они, вы сказали в Испании, значит они тоже в Испании. Дима, давай, ложи свой телефон. Что ты вообще отвечаешь? Я спросила, где находился новый свет? А не, а не, непонятно что. Влад, давай, отвечай. Ну, если подумать, то Южная Америка. Молодец, молодец. Итак, в Америку хлынули толпы безжалостных завоевателей в поисках славы и богатства. За то время, когда в стране хозяйствовали конкистадоры, местное население сократилось на три четверти. Часть его убили, принесенные европейцами болезней, а часть сами же европейцы и убили. В Европу были введены тоны золота и серебра. При этом на металл переплавляли бесценные статуи и другие произведения искусства. Извините. У нас для этого есть носовой платух или салфетки. Так делать некрасиво. Куда делись инки, ацтеки и майя? А теперь скажите мне, кто такие инки, ацтеки и майя? Я знаю, это завоеватели. Неправильный ответ. Есть еще варианты? Лера? Ну, это какое-то раньше было древнее племя, они там были очень такие, потому что, я знаю, еще был календарь майя, и поэтому календарю еще конец света в 2012 году предсказывали. Но вот так вот, это какие-то, наверное, древние племя. В общем, правильно. Но они были не глупыми, они были достаточно умными, раз они избрали календарь. У них были солнечные часы и много чего другого. Итак, империя инков процветала на территории современных Перу, Эквадора и Боливии на протяжении трех веков. Инки были очень мирным народом. Они занимались гончарством, ткачеством, ювелирным делом, знали астрономию, строительное искусство, а также проводили хирургические операции. Однако история этого народа оборвалась, когда в их владение вторглись испанские завоеватели-конгистадоры. Огромное государство поразительно быстро разграбили и практически стерли с лица земли. Дима, я сказала, не играть в телефоне. Да-да-да, хорошо, все, я все понял. Значит так, продолжаем. Извините, что я просто... Лида! Я вижу, что мое место занято. Занято. Если там не сядешь... Садись, конечно. Спасибо. Какое красавице у нас в классе поедет. Спасибо, мальчик. Давай у нас спит. Хорошо, подпашки. Тишина, классик. Линдочка, я все, конечно, поняла. На утро ты опоздала на урок. Во-вторых, я тебя просила не ходить в одежде. И, к сожалению, документов твоих я не нашла. Может, они дома? Ой, извините, я, наверное, их дома забыла. Завтра принесу. Какие у тебя красивые глаза. А как ты их можешь видеть? Я же в очках. Да тут и так все хорошо, Линд. И правда красивые глаза. Нашли куда смотреть. Читайте дальше, Валентина Ивановна. Да, да, читаю. Линда, давай доставай тетради, мы записываем то, что я читаю. Такая же судьба постигла соседей инков, майя и ацтеков. И это, несмотря на то, что империя ацтека в начале 16 века была самым могущественным государством Южной Америки, которое покорило многие другие народы и получало от них дань. Дима, Дима, мы записываем вообще-то? Да, 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 я записываю. Так бы и раньше. Линда, я попросила снять плащ и достать тетрадку и записывать то, что я диктую. Хорошо, не повышайте на меня голос, пожалуйста, я сейчас все сделаю. Давай-давай-давай, я тебе помогу. Итак, продолжаем. Почему Америку называют новым светом? Несмотря на то, что первым Америку приплыли викинги еще в 10 веке до нашей эры, европейцы они узнали только после того, как в 1492 году на американский берег высадилась экспедиция под руководством Христофора Колумба. Поскольку большую часть Европы и Азии к тому времени уже успели исследовать и обжить, то новооткрытые земли так и назвали новый свет. Влад и Денис, у вас, по-моему, сейчас глаза повыпадают. Что значит ничего? Тебе что, глаза не нужны? Ужас какой-то. Денис, ну ты хоть куда? Господи, вот следи за своими бабочками лучше. Дальше. Интересно, что многие народы нового света первое время называли в честь уже существующих Европе. Например, Нью-Йорк, который довольно долго называли Ю-Амстердам. Дима, ты хочешь пересесть на другую бар? Не-не-не, все, Валентин Ивановна, не надо, пожалуйста, все, я буду писать. Валентин Ивановна, а можно ли ты ко мне пересесть, что Димону не мешало? Влад, я могу тебя из класса выгнать, если хочешь. Ты посмотри, какой. Не надо, Валентин Ивановна, иду, посижу. Валентин Ивановна, просите, пожалуйста, обознание. Просите, пожалуйста, у меня ключ сломался. Она там в двери заела, и мы вызывали слезаря. Просите, пожалуйста. Валентин Ивановна, ты как-то рассказываешь вечно. Проспалать так и скажи. Ладно, садись на место. Только не на свое, здесь теперь ленточка сидит. А ты садись. А Аня где? Ушла в туалет и не вернулась. К Ане садись. Давай, Валентин Ивановна, доставай, записывай. Валентин Ивановна, доставай тетради, давайте быстрее. Тема у ГОКа, конкистадора. Да что ж такое, никто ничего не хочет делать. Валентин Ивановна, знаете, что я хочу с тобой? Мне кажется, что Аня больше сегодня с туалета не вернется. С чего ты, Дарина, взяла? Ты Анечку в туалете видела? Та-да, понос у нее. Чего смешного? Человеку плохо. С каждым давай. Перестали смех. Слушаем дальше. Сам Калун не знал о том, что открыл новый континент. И был абсолютно уверен, что просто нашел новый морской путь в Индию. Именно за этим его экспедиция отправлялась в Плаваде. А так как Мари Плаваде не искал новых больших семей, он даже не дал названия и назвал только-только несколько маленьких островов. И даже встретившийся ему местный житель не смутил, потому что он посчитал, что это индийцы, индийцы. Прекратили. Да что ж сегодня такое? Урок постоянно не срываете. Ленточка, выходи в Таскетово и рассказывай, кто такой Калун. Да пожалуйста. Это красивый мужчина. И? И? Он моряк. Он нам присылает всяких непонятно в каких школах. А я с ними. Мучайся, учи их. Садись на место. Ммм, какие юморы. Ленточка, не переживай. Это странно. Линдочка, не переживай. Валюха тебе два не поставит. Какая тебе Валюха? Ты гвоздь, блин, без шапочки. Ты висок мне сказала. Да что же это такое? Правильно, Валентина Ивановна подметили. Валентина Ивановна, а почему вы ничего не говорите Ленде, потому что она в черных солнцезащитных очках на уроке сидит? Ну, просто у меня от ламп болят сильные глаза. Линда, я тебе советую сходить к окулисту, раз у тебя проблемы с глазами. Пусть тебе выбежут нормальные очки, потому что даже не видим твоих глаз. А тебе, Дарина, спасибо. И без тебя разберемся. Давай выходи к доске и расскажи нам, что такое новый свет. Я не знаю, что это такое. У меня ж не было в начале урока. Надо приходить в горы. Знать, когда будешь. Садись на место. Валентина Ивановна, я вам сейчас такой большой секрет расколю. Аня! Да, Аня, отмолею! Линда! Аня, извиня, извиня, пожалуйста, я просто не могу понять всех. Алина, а что это? Аня, что ты такое придумала? О, смешно. Садись на место. Хорошо. Ну ты предатель. Ну у меня просто глаза очень сильно красивые. Ага, Батька, хорошо было видно. Все хорошо было видно.